На электронную почту проекта «Доступная ЖКХ» поступило несколько вопросов от череповчан, которых волнует тема освещения территорий перед подъездами и во дворах жилых домов. Кто должен отвечать за организацию предподъездного и дворового освещения, за чей счет должны проводиться работы. На эти и другие вопросы отвечает руководитель службы жилищного просвещения Ольга Паничева. Вопрос на самом деле не однажды уже поднимался на наших консультациях в службе. Ситуация следующая. В подъезде и перед входом подъезд по умолчанию освещение должно быть. А дальше в зависимости от ситуации, кому принадлежит придомовая территория. То есть можно запросить эту информацию в многофункциональном центре, где дадут прямо вот карту, нарисованную выписку из уже генплана города. Каждый дом у нас размежован, то есть он имеет свою придомовую территорию. Уточнить вот ее можно таким образом. Ну и здесь, если это является территорией общей собственностью всех собственников, проживающих в этом доме, то тогда управляющая организация по заданию собственников и приводит освещение в порядок. То есть это входит в содержание текущей ремонт. В эту плату входит и содержание осветительных приборов. Значит, это может быть фасадные фонари, светильники. Ну и здесь, конечно, важно, наверное, все-таки посмотреть. Если, например, собственники хотят осветить дворовую территорию, хотят осветить детскую площадку, парковку, то есть более себя защищенными комфортно чувствовать, почему бы нет, то тогда по решению общего собрания собственников, а это идет как модернизация, реконструкция, да, то есть это две трети голосов от 100 собственников всех. Даем задание управляющей организации, и она уже выполняет и проектные работы по необходимости, и сметовый исполняет, и выполняет полностью эту работу. Мероприятием можно провести энергосберегающие. Например, устанавливать, ну, энергосберегающие лампы, это понятно, да, не дырелки, которые много у нас потребляют электроэнергии, но также и датчики. Вот датчики на движение, наверное, во дворе они будут неуместны, да, пробежала собака, кошка, птица пролетела, она будет реагировать, то есть постоянные вот эти вот щелчки включения. Если фото-реле, это как бы более уже, как начинает темнеть, отрегулировать соответственно, и уже будет тогда освещение. Дальше вандальные защитные меры, но это риск разбить там или еще что-то сделать, возможно, решеточку какую-то сделать на светильник сам. Эта первоначальную стоимость поднимет, но зато будут вот исключены эти риски. Ну и, конечно, освещение дворов, люди чувствуют себя более защищенно и комфортно, как я уже сказала. Что касается, если вы получили этот план, увидели, что это не не ваша территория, там темно, то тогда эта территория является городской собственностью муниципальной, а обращаемся в мэрию города для проведения таких мероприятий. И тогда средства действительно будут задействованы бюджетные, а не средства собственников. Интересующие вопросы можно отправлять на электронные адреса джкхсобакочереповецсити.ру у А. Паничева собакочереповецсити.ру с пометкой «Доступная ЖКХ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова